Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас приветствую из эстонского пограничного города Нарва, где только что закончился семинар с уважаемыми инвесторами. Было очень много вопросов, есть живой интерес к этой технологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть, да? Отлично. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня с вами проведем прединнотрансовский вебинар, и мы остановимся на тех вопросах, которые у нас являются актуальными. Я остановил показ видео, не случайно, потому что вы видите на этом видео, что там было. Это было, скажем, на этой площадке, где сегодня находится Экотехнопарк, еще, скажем, это осень прошлого года, если я не ошибаюсь. Снималось чуть позже, осенью. Теперь смотрите. Мы сейчас пройдем дальше и посмотрим с вами логику, как процесс шел. Но начнем ее не сначала, и технологию сегодня не будем просматривать, а пройдемся и посмотрим, что происходило и как процесс шел. Зачем это нужно? На мой взгляд, это нужно для того, чтобы четко во времени и пространстве ощущать мощь того процесса, в котором мы с вами, дорогие друзья, участвуем. Я должен здесь обозначить, что я пользуюсь сегодня материалами, которые подготовил Влад Владислав Волков. Вот он очень хорошо подобрал последовательность этих материалов, хорошие фотографии. Я думаю, что это не помешает и вам это все увидеть и как бы осмыслить в очень таком сжатом режиме. Мы видим здесь с вами персонал Эко, вернее, тех, кто Скайвей строит. Это конструкторское бюро. Анатолий Эдуардович Юницкий здесь по... Так, почему-то мне эту кнопку здесь не взять. Не выходит. Так. Ну, вы видите, где Анатолий Эдуардович Юницкий. Я почему-то не могу указку взять отсюда. Что-то тут тормозит этот кабинет. Так, что я не вижу. А, громкость. Сейчас сделаю, дорогие друзья. Как сейчас с громкостью? Хрипит, не хрипит? Нормально, да? Все, увидел вашу просьбу. Я так чувствую, что народ волнуется. Вот. Все отлично. Анатолий Эдуардович. Значит, инотранс. То есть мы подошли к инотрансу, дорогие друзья. Год назад мы даже не думали об этом. Вот он, инотранс. Это прошлый раз. Это 2014 год. Как раз когда мы начинали, это происходило там. Нас там близко не было. У нас на участке еще конь не валялся тогда. Разве что работники конструкторского бюро снесли кустарник и кое-что там сделали. Летом прошлого года. А в 2014 году еще переезжали с одного на другое место. Только обосновались в Минске. Только начали выискивать, где можно. В то время, когда проводился инотранс. В 2014 году. Вот мы видим, что там было, какие там поезда, какие вагоны, что там представлено. Видите? У нас тогда только пустой участок стоял. И даже еще не знали, где он будет. Сегодня, 20-го и 23-го, мы будем в 21-м боксе. Вот Skyway. И будем представлены еще здесь будет переговорное представительство. Два входа на инотрансе. Это мощнейшая большая площадка. Сегодня мы в Аделаиде. Благодаря нашим партнерам Роду Хуку. Это в Австралии. Род Хук. Значит, с Анатолием Эдуардовичем. Благодаря этому проекту. Здесь мы видим в нижнем снимке, где он с Анатолием Эдуардовичем и с двумя специалистами из Австралии. Когда они приезжали на место, смотрели, знакомились. И это компании Auricon. Это специалисты компании Auricon. Что это за компания? Это мощнейшая строительно-подрядная компания в Бразилии. Ой, извиняюсь. В Австралии. Которая, к тому же, еще и в Бразилии делает работу. И эта же компания, она сейчас готовит документы для того, чтобы осуществлять тот маленький пилотный проект, о котором мы уже говорили. Здесь они знакомятся с бэкграундом или так называемым содержанием этой технологии в Минске. Они там были. Еще вот буквально какое-то время назад. Здесь мы видим Сибирякова, Сергея Сибирякова в Новосибирске. Где уже можно во всеуслышание говорить об этом проекте. Где нашло большую поддержку эта технология именно в здании технопарка. И нового корпуса Новосибирского государственного университета были подписаны соглашения. В том числе. И сегодня мы уже, сегодня уже на седьмом этапе. Мы знаем, что такое седьмой этап сегодня. Это седьмой этап строительства экотехнопарка. Экотехнопарк, не буду повторяться, вы знаете, скоростная, городская. Идет строительство, посередине идет строительство и, значит, тоже городской, но подвесной трассы и юнибуса. И крайне сверху это у нас транспортная трасса. И это все возможно благодаря нашим инвестициям. Вот здесь видна такая легкая галерея формирования именно вот той анкерной опоры, которая является зданием в начале экотехнопарка. Вот сегодня на крыше высажены цветы. Очень зеленая крыша или верхняя часть этого здания, да. Вот. Все продвигается, все идет. Так будет это выглядеть внизу. Двигается, сертифицируется юнибус городского транспорта. Поверху бегает высокоскоростной транспорт. Так будет, в принципе, эта транспортная структура. Металлическая конструкция сегодня уже привозится на площадку. И она полностью будет готова к тому моменту, когда юнибус и юнибайк вернутся с выставки. Вот здесь видны, значит, факты, как бы, формирования этой структуры конструкции, металлической конструкции. Идет фиксирование, протоколирование ее состояния. Вот. Этот процесс осуществлялся в цехе одного предприятия в Минске. Вот она будет так выглядеть на месте. Опоры. 19 опор на городской и высокоскоростной трассе. Ну, они тоже говорили. Они установлены и ждут установки вот этих металлоконструкций. Проведена трассировка или так называемое, как бы, тестирование опор лазерными лучами выставленности этих опор. Показало очень высокие результаты точности именно выставления этих опор. Вторая анкерная опора. Здесь уже рядом трасса, которую я показывал. Это так называемый подвесной транспорт. Тоже заливка. Анкерная опора. Мощная металлическая установлена. Здесь вот факты установки. Видно с полета птицы. Идут заливки различных других площадок. Это все эко-технопарк. Сюда идут все инвестиции, дорогие друзья. Здесь мы видим несколько снимков Юнибайка. Здесь тоже Юнибайк представлен. И вот здесь видно на левом верхнем рисунке, или вернее снимке, видно так из-за угла, еще уже не сегодня, это достаточно много времени назад, Юнибус. Модуль, подвесной модуль Юнибуса, который будет выставлен в Берлине. Это мотор-колесо, узлы тормозные колеса и тормозной системы этих блоков. Различные рабочие моменты. Здесь видно сидение из Юнибуса. Очень хорошее в хорошем исполнении. Тестирование автоматизированной системы, систем автоматики. Различные совещания идут. То есть процесс по эко-технопарку, он полностью готовится для начала именно сертификационного процесса. Продолжение, правильнее сказать так, продолжение сертификационного процесса в этом эко-технопарке. И этот процесс идет. И это всего лишь только через год, дорогие друзья. Вот я повторю снимок моего присутствия рядом с Анатолием Эдуардовичем, моими коллегами с командой при закладке. И это было чуть больше года назад, дорогие друзья. Там только-только конь повалялся по этой площадке. И мы видим, что там сегодня. Уже весной этого года, в апреле месяца, тысяча, более тысячи человек присутствовало. Вот анкерная опора видна, на которой осуществлялись эти работы. И сегодня там высаживается. Она была такая еще весной только. То есть процесс идет, дорогие друзья. И это все благодаря... Здесь виден фрагмент еще и так называемой ограды, где умный юнибус бегает по фрагменту ограды. Ведется определенное тестирование его еще. То есть существует еще и такой продукт, которым можно использовать. Таким образом, я вам повторил весь процесс. И этот процесс идет. Теперь давайте вернемся к тому, что мы в прошлый раз говорили. И вернемся к тем акциям, которые мы в процессе инвестирования становимся владельцами их за счет различных действий. Но я вам напомню и исправлюсь по отношению к тому, но напомню, что всем надо это провести. Здесь дан рисунок, где... Вернее, так называемые скриншоты кабинета. И обращаю ваше внимание на то, и прошу это передавать другим, с кем вы разговариваете, чтобы помочь людям правильно привести в соответствующее положение все акции и их завести в реестр. Это такая стыдливая схемка с одного фрагмента моего кабинета. Где видно, подписать договор, подписать договор, подписать договор. То есть не подписан договор. Это надо довести до конца. Я вам в прошлый раз объяснял, и теперь скажу, что этот процесс несколько иначе. Можно и так, и так, но проще вариант такой, что как только вы подписываете договор, то есть на этот момент у вас здесь есть сертификат, что вы инвестицию закончили. Это от Кэпитала или Кэпитала сертификат, подписанный генеральным директором, что вы закончили сертификат. Это видно здесь, если вы здесь посмотрите. Но дальше, нажав сюда подписать договор, вы получаете возможность скачать договор, скачать его, так и идти дальше. Получаете эту возможность. Вам выходит такой рисунок, где номер сертификата наверху видно, диапазон акции отмечен сверху слева, а внизу есть отметочка скачать. И такое окошечко «Я согласен с условиями договора». Сюда надо поставить галочку и нажать «Скачать». Как только вы нажмете на «Скачать», вы нажали «Я согласен с условиями», нажать «Отправить». Вам появляется возможность «Отправить». Вы нажимаете на «Отправить», и у вас появляется «Загрузить операции в браузер». Это в старом кабинете. И в новом кабинете такая картинка, что тоже в принципе, но более ясно. Потому что здесь было не ясно, и многие люди, в том числе я, загружали сюда первую и последнюю страницу подписанного договора. Фактически все упрощено. За счет того, что вы там нажали на кнопочку «Я согласен с условиями договора», с договором все завершено. Вы вводите сюда только файл паспорта и документа, который подтверждает место вашего проживания, который вы задекларировали в кабинете. Все. И эти данные уходят в реестр после этого. Но далее что вы делаете? Вот я свой паспорт туда заложил. Раз. И я заложил квитанцию, где видно здесь внизу слева Владимир Маслов, мой адрес, и что квитанция реально принадлежит, и я принадлежу к этому адресу. Или я как бы приписан с ним. И тогда появляется, как только вы это сделали, не пугайтесь, появляется на этой же самой, на этом сертификате, который вы получили, cancel, что значит, что он как бы потерял свою силу, то есть он погашен. Многие пугались и пугаются. Не пугайтесь, ничего страшного. Появляется, вы нажимаете в личном кабинете на выписка из реестра, и там появляется строчка соответствующая. Здесь три строчки, там появляется соответствующая строчка, сколько, скажем, акций, зарегистрировано ваше имя, по вашему адресу, здесь видно, в реестре компании Rail Skyway Systems Holding, E-R-S-S-K. И вот это значит, что весь этот процесс с вами завершен, дорогие друзья. Я исправил свои ошибки, надеюсь, что все это было полезно услышать. Теперь вернемся к телемосту. На телемосте, на телемосту, на мосту стою я, вот, шла речь о том, что же мы сегодня имеем. Регистрировался в Capital, я получаю мой личный кабинет. Многие, если не сказать, что все из вас, уже это сделали. Но немногие из вас ознакомились с документами, которые там появляются для вас, Это меморандум, не буду повторяться, значит, все вот эти пакеты документов, это всем все ясно. Что еще там очень важно, и сегодня я обращаю внимание. Что такое меморандум? Меморандум, там описание юридической структуры для реализации проекта Skyway. А что это за юридизм? Там описано, что существует Global Transport Investment, GTI, где акции, акционерный капитал 400 миллиардов, чуть больше, я здесь условно это обозначил. Есть акции, А, акции, простые акции, 70%, Б, акции 30%, и что 15% за внесены акционерный капитал Евразия, Реалска, Авиа, Системс, Холдинга. Они внесены туда, и там находятся, как акционерный капитал. И, в свою очередь, Евразия НРЭЛ СКВИ Системс, Холдинг, совместно с СКВИ Кэпитал, выпустила, или вернее, выпустила свои акции, и СКВИ Кэпитал как раз предлагает эти акции залогом при инвестиции. То есть, Global Transport Investment вместе со СКВИ Кэпиталом является, как бы, дателями залога и гарантии. И что теперь у нас происходит дальше? Это документы. Мы становимся инвестпакетами, обретаем инвестпакеты, решаем, они есть здесь, решаем инвестировать, но для этого в новом кабинете нужно верифицироваться в личном кабинете. И тогда появляется возможность пройти весь этот процесс. Это не значит, что те, кто уже зарегистрированы, надо это делать. Это просто для тех, кто входит в новый кабинет, еще изначально. Надо вначале верифицироваться. Инвестор, я принимаю решение проинвестировать 100 долларов, прохожу весь этот процесс, становлюсь акционером, но получаю залог акций Евразин Рейс Калэйс Системс Холдинга и гарантию Global Transport Investment. Я соглашаюсь, и дальше видно вот здесь четыре так называемых шага или четыре этапа, в которых очень хорошо видно. Вы совершаете инвестицию, я никак кнопочку не могу что-то сделать. Смотрите, значит, не переходит почему-то сюда. Значит, вы берете, берем первый номер слева направо, первый номер. Вы совершаете инвестицию с обеспечением. Что это значит? Вы по своему желанию в любой момент получаете акции Евразинская Эвейс Системс. Вот эти акции являются обеспечением вашей инвестиции. Вы принимаете решение и заключаете договор с поручителем. Поручителем является в данной ситуации компания First Covey Invest Group, это Capital, Skyway Capital. И вы получаете право получения акций Евразин Race Covey Системс Холдинга. Дальше. Вы можете реализовать ваши требования в течение трех лет, если не хотите сразу. Но, пардон, я извиняюсь, наша цель как раз, скажем так, стать инвесторами у Каппи. Время.